здравствуйте мои дорогие друзья вы на канале простое вязание с вами виктория сегодня мы с вами свяжем вот такой вот узор он довольно простой но очень эффектно его можно применять как в полушерсти как также в шерсти но и в хлопке я думаю он будет смотреться очень хорошо он ажурный тут вот этого часть ажурная такие дырочки но ее очень мало поэтому я думаю что этот узор очень хорошо будет смотреться на полу шерстяных джемперах потому что вот эти дырочки очень мало они не будут делать сильную вентиляцию особенно если сделать рукава например таким узором будет смотреться очень хорошо раппорт этого узора 12 3 петель и 16 рядов вяжется очень очень просто приступим первый ряд 4 лицевые бель провязываем еще 5 лицевых петель и вот эти 5 лицевых петель у нас будут обвиты нашей рабочей нитью так вот рабочую нить перед работой протягиваем и переносим 5 лицевых петель на левую спицу теперь рабочую нить вот так вот протягиваем чтобы сделать обвитие и переносим на правую спицу опять рабочую нить перед работой и обвиваем вот мы сделали два обвития нам нужно еще третье сделать сколько обвитий всегда показано на схеме вот смотрите вот 3 обвитие у нас все вяжем на чей лицевых петель раппорт узора у нас 12 петель то есть 4 5 9 10 11 12 вот тут вот у нас закончился раппорт узора то есть мы уже перешли на следующий изнаночный ряд мы вяжем лицевыми петлями все петли кроме тех которые мы обвивали то есть у нас лицевые 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 вот у нас обвитие мы его вяжем изнаночными третий ряд у нас 3 изнаночные петли 1 2 3 2 вместе с наклоном вправо то есть 2 вместе с наклоном вправо переносим и чтобы стеночки правой чтобы петли с правой стеночки стояли к нам и провязываем вот так дальше 1 лицевая накид лицевая накид лицевая и 2 вместе с наклоном влево вот смотрите вот эта вот петелька у меня неправильно стоит я переверну левой стеночкой ко мне вот так дальше изнаночные 5 петель раппорт у нас заканчивается посередине этих изнаночных помним да то есть вот тут вот у нас закончился раппорт четвертый ряд изнаночный его вяжем по рисунку накиды провязываем изнаночными петлями 5 ряд лицевой 2 изнаночные дальше 2 вместе с наклоном вправо дальше лицевая накид 3 лицевые накид лицевая 2 вместе с наклоном влево 3 изнаночные 3 изнаночные ну и следующий раппорт у нас точно так вяжем 7 ряд 1 изнаночная 2 вместе с наклоном вправо лицевая накид 2 вместе с наклоном вправо опять накид лицевая накид 2 вместе с наклоном влево накид лицевая 2 вместе с наклоном влево Изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо, это уже следующий раппорт пошел. Давайте еще раз провяжем. Лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая. И 2 вместе с наклоном влево. Я уже в одном из видео говорила, что когда вы вяжете 2 вместе с наклоном влево, то в предыдущем ряду, ну то есть в изнаночном ряду, вы должны провязать вот эту петельку так, чтобы она была у вас скрещенной. Причем левая стенка лежала на правой. Тогда, когда вы будете провязывать ее 2 вместе с наклоном влево, у вас не будут образовываться здесь ступеньки. Она у вас будет, не будет вот такой вот. Она будет просто лежать вот так вот ровненько. Поэтому, так как я вяжу не круговыми рядами, а обратно-поворотными, я в изнанке не контролирую вот эту вот петлю. Можно проконтролировать, но я не трачу на это время. Когда я вяжу потом лицевой ряд, я вот эту петлю перевязываю всегда. Изнаночный раппорт окончен. Девятый ряд вяжем. Здесь у нас раппорт сдвинется, потому что у меня вот тут не хватает петель. Поэтому я сейчас провяжу лицевыми вот до этого места. Тут у нас будет начинаться раппорт, потому что тут идет перетяжка, и у меня вот здесь не хватает места. То есть нет петель. Поэтому начнем отсюда. Но, в принципе, это то же самое, только мы теперь вот эту часть вяжем вот тут. И все, больше никаких изменений нет. То есть мы провязываем 5 петель, вот 2 лицевые, изнаночная, и еще 2 лицевые, 5 петель у нас. И теперь мы эти 5 петель обворачиваем рабочей нитью, обвитие делаем. То есть вот так вот. Раз обвитие у нас. Два обвития. И три обвития. Вот так. Мы сделали обвитие 5 петель. Дальше лицевые. Два, три, четыре, пять, шесть, семь лицевых. И опять обвитие. То есть мы провязываем 5, 2 лицевые, 1 изнаночная, опять 2 лицевые. И делаем обвитие 5 петель. Вот так. Один виток, второй виток, и третий виток. Вот так. Теперь вяжем изнаночный ряд, 10. В изнаночном ряду мы меняем местами все. То есть теперь у нас, где были изнаночные петли, там у нас будут лицевые по изнанке. А вот эти 5 петель мы вяжем изнаночными. Опять лицевые. То есть 7 лицевых, 5 изнаночных. Следующий ряд у нас 11. Я начну сначала, но вы раппорт узора сам будете видеть в любом случае. То есть у меня лицевая, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево. Вот так. Дальше. 5 изнаночных, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном вправо. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 2 вместе с наклоном влево. Следующий раппорт. 5 изнаночных. 2 вместе с наклоном вправо. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 2 вместе с наклоном влево. И опять 5 изнаночных. 13 ряд. 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево. 3 изнаночные, 2 вместе с наклоном вправо. Лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево. 3 изнаночные. То есть вот так получается. 15 ряд. Лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. Накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево. Изнаночная. 2 вместе с наклоном вправо. Лицевая, накид. 2 вместе с наклоном вправо. Накид, лицевая. Раппорт окончен. 16 ряд у нас изнаночный. И у нас полностью закончен один раппорт узора. Вот так получается. Мне кажется, он будет очень хорошо смотреться на хлопке. Он, во-первых, не будет такой рельефный, потому что все-таки это полушерсть. Очень красивый узор. Прям очень красивый узор. Смотрится великолепно. Мы с вами связали вот такой узор. Я надеюсь, информация была вам полезна. Спасибо, что досмотрели меня до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Увидимся с вами завтра. Субтитры сделал DimaTorzok